Харе Кришна, слышно? Кришна Кришна, Ради Рама, Рама, Рама. Кто сегодня пригласил нас сюда? Называет имя. У вас годовщина свадьбы, да? А как вашего мужа зовут? Раджа Прабу. Сегодня Раджа Прабу по случаю годовщины своей свадьбы пригласил нас сюда. Он давно уже жаждал обрастись отцанку в Паравате. Он приглашал святых, но отвечали, но сейчас коронавирус, какая сцанка? Но Прабу упрашивал, упрашивал, и вот сегодня мы тут согласились. Прийти. То есть очень долго он ждал санту санки. Санту санка важна, потому что когда мы начинаем что-либо, сопровождая это нама санкертиной, то мангала бавана все благоприятно приходит, а мангала хари все неблагоприятно уходит. Благодаря гертону святого имени и сатцанге все плохое покидает нашу жизнь, а все благоприятное приходит в нее. Сегодня мы послушаем поэтому немного о славе сатцанги и о том, какие удачливые души могут обрести ее. В чьи читания Махапрабу своему преданному по имени Шиларупа Госвами дал наставления. Они замечательные. В двух строках всего Махапрабу изложил суть всей седанты, всей татвы. То есть очень сжато, очень кратко. Что это за две шлоки? Браманда Брамите, Конбак Иван Джих. Статата. Это значит, мы с незапамятных времен оставили Господа, забыли Его, покинули своих подлинных родителей. И поэтому скитаемся в бесчисленных вселенных, меняем различные формы жизни. Поэтому Махапрабу говорит о ценности, редкости этой жизни. Мы думаем, что это тело досталось нам просто так, бесплатно. Но на самом деле оно очень ценное, хотя мы не считаем так. Говорится, что разве возможно сосчитать песчинки, которые есть на земле, или капельки дождя? Нет. Подобным образом невозможно сосчитать джив, душ, которые присутствуют в этом мире. Их бесчисленное количество. Например, если мы возьмем всего один стакан воды, изучим его содержимое под микроскопом, то обнаружим, что в нем столько бактерий в этом количестве воды, которая содержится в одном стакане, что на земле нет даже столько людей, сколько бактерий в одном стакане воды. И хотя джив, такое бесчисленное количество, лишь самые удачливые из них обретают рождение в теле человека. Почему, например, у нас возникает вожделение? В чем причина этого? Беды объясняют. Причину, почему наше сердце посещает вожделение. Объяснение следующее. Во Вселенной бесконечное количество джив, душ, и они очень сильно хотят родиться. Они хотят принять рождение, особенно в теле человека. Поэтому те дживы, которые находятся в нашем теле, побуждают в нас вожделение, чтобы они могли принять рождение в росте тела человека. Но только самые удачливые из них могут родиться человеком. Но души, но люди тоже есть разные. Например, на Ютубе могли бы видеть ролики, где показывается жизнь одевайцев, то есть аборигенов. Они даже одежды не носят. То есть, люди не все одинаковые. Есть более редкие души, они уже цивилизованные, делают какому-то подобию культуры, носят одежду. Еще более редкие те, кто следует шастрам, поскольку большинство людей, хотя и цивилизованными называются, но являются атеистами. Еще более редкие, чем атеисты, те души, которые принимают веды. Но можно принимать ведические писания, но делать это на словах, а поступать совершенно противоположным образом, то есть не следовать писаниям. Вроде как быть верующим, но на практике не следовать писаниям. Те, кто следует писаниям, делятся на тех, кто следует карме. Более редки те, кто следует гьяне. Еще более редкие, чем гьяне, это те, кто поклоняются Боговану, Господу. И вы среди таких редких счастливчиков, те, кто поклоняются Господу. Господь сам говорит о том, что тело человека очень редкое. Итак, браманда брамите кон бхаги ван джив. В бесчисленных вселенных джива постоянно вращается, и когда она обретает благою удачу, то получает даршин садху, святого. Кто же эти удачливые души, которые могут встретить святых? В бхагаватам говорится «бхавата апаварга брамато цитата». Когда человек может обрести садху сангу? Господь Метулы говорит «садху санга тидур лаби самсара». Садху санга необычайно редка, то есть нужно обладать невероятной удачей, чтобы встретить святых. Обычный человек не может сделать это «битто садху санга веке нахуа». Цитата. «Пока Господь не прольет свою милость, человек не сможет встретиться садху, со святыми и обрести их даршин». А если все-таки мы встретили садху, что это означает? Что время наших страданий в этом материальном мире подходит к концу и наступает период, когда мы отправимся в обитель Господа. Господь хочет даровать нам прибежище у своих лотосных стоп. «Тахир Ачюта Садца Магама». Вот когда мы встречаем садху, это означает, что заканчивается наше время пребывания в этом материальном мире. И для кого оно заканчивается? Кто эти души? Те, кто в предыдущих рождениях совершали бхакти, поклонялись Господу. Поэтому говорится, «Дженях Пурла Садта Джанма, Масадева Самарчина». Цитата. «Господь Кришна говорит Арджуне». «О, Арджуне, кто хочет в этой жизни повторять мое имя? Кто способен на это?» «Дженей Пурла Садта Джанма» «Васадева Самарчина». Те, кто сто рождений до этого поклонялись Господу, Васадеве совершали Арджуну. Только такие личности в этой жизни могут повторять имя Господа. Некоторые говорят, «Ну, что там повторять хоринам?» Это же так просто, взял четко и повторял. Но у них нет вкуса к этому. Им гораздо больше нравится смотреть телевизор. Они могут весь день привести за этим. Либо их привлекает обсуждение недостатков других людей. Но вот к повторению хоринама вкуса нет. Почему? Потому что греховные личности. Те, кто греховны, не имеют ручьи вкуса к повторению имен Господа. Поэтому Господь говорит, что вкус к Саду Санги и к повторению Святого Имени есть лишь у тех, кто ранее уже не одну жизнь повторял Господу и поэтому обрел за прошлой жизни духовное благочестие, которое сейчас позволяет ему тянуться к духовному, к общению со святыми, к повторению Святого Имени. Именно вот эти души являются удачливыми. Кто обрели это духовное благочестие за многие рождения? И что они обретают? Гуру Кришна Прасады Бхай Бхакталат Бхиджа. В их сердце появляется семечко лианы преданности. Что это за семя? Это Махамандра, святое имя, которое дает Гуру Дэв. Как мы обретаем святое имя? По милости Гуру и Кришне. Почему упоминается Кришна? Потому что именно Господь знает, что мы совершали ранее в прошлых жизнях. И поэтому даруют нам соответствующее общение. Например, в Пароуте сколько людей? А сколько в Гаудиоматхе? Скажите, сколько приходит в Гаудиоматх? Почему же не все жители Пароута приходят в Матх? Почему вы приходите? Почему только вы приходите, а не все? А не все население Пароута. Господь объясняет, почему такие, как вы можете совершать бхакти, а другие не могут. Причина в том, что вы ранее соприкасались с Господом, с преданными, со святым именем. В прошлых жизнях, в сотнях жизнях вы уже совершали духовную практику, служили Господу, проводили пуджу для Него. И не только это. Господь Капеладева говорит своей матери, «О, Матушка, кто может совершать бхакти, кто может повторять мое имя?» Сам Господь, Капеладева, объясняет это своей Матушке Довоходе. «Ахо Баташа, почета Гориян». Цитата. Что говорит Господь? «Ахо», «Ахо» — это восклицание. Когда мы видим нечто поразительное, удивительное, что мы говорим «Арея», «Ахо», «Ничего себе!» Как это поразительно, насколько удивительно. И чему удивляется Господь? «Ахо» — «Ахо» — это возглас удивления. Господь объясняет Матушке, «О, Матушка, знаешь ли ты, что если кто-то дживагре, то есть кончиком языка, джихва язык, агрокончик, кончиком языка, повторяет святое имя, воспевает мои святые имена, всего лишь кончиком языка, то «О, Матушка, что нужно думать о таком человеке?» Следует понимать, что в прошлых рождениях он совершил уже четыре действия. Сколько? Четыре. Какие это действия? Господь объясняет. В прошлых рождениях он совершил все виды тапаси, подвижничества. Это первое. Второе. Он провел все яги, Ашамедсха яги, Раджасо яги, Сома яги и другие огненные жертвоприношения. Ранее он уже совершил их. Третье. В прошлых рождениях он совершил все виды данна, пуньи, то есть благотворительности. Некоторые, например, открывают больницы, школы. И вот люди, которые повторяют святое имя, даже кончиком языка, уже совершили все виды благотворительности ранее, в прошлых жизнях. И четвертое. Такой человек посетил все тиртхи, все святые места земли, посетил, принял омовение там. Сколько святых мест на земле? Шесть арам. Один арам это сколько? Сто кроров. То есть шесть арам, это означает шесть раз по сто кроров, то есть шесть миллиардов. Все эти святые места посетил человек, который повторяет святое имя кончиком языка. Поэтому Господь и выражает свое удивление шва-пача. То есть даже если собакаед повторяет кончиком языка, он возвышенный. Вы, например, едите мясо собак? Нет, но есть чандалы, собакаеды, кто употребляет такую, так называемую, пищу. То есть и даже если настолько опустившиеся личности, всего лишь кончиком языка, воспевают святое имя, то Господь объясняет, что ранее они совершили четыре этих благих поступка. Поэтому сейчас они имеют возможность кончиком языка повторять святое имя. Не всем языком, лишь кончиком. И в комментарии к этому стиху Челу Вишнан Тути Криват и Дакура объясняется, что говорит тогда уже о том, кто всем языком повторяет святое имя. Конечно, он еще более благочестив, понятна. А кто двумя ушами слушает повествование о Господе, еще благочестивее такая личность. А тот, кто двумя руками выполняет святое имя для Господа, еще более возвышен. А что говорит о том, кто двумя глазами еще и созерцает божеств Господа или двумя ногами совершает гавардана парикрама, бриндавана парикрама, обходит туласи. Славу такого человека просто невозможно описать. Праджандра нандана баджа джейджана сафала дживана тахар упамаведы нахи сима веды не могут описать славу Господа и соответственно возвышены также и его преданные. Махапрабу объяснил все это читание Махапрабу в шлоке Брамана Брамите Кун Бхаги Ван Джи. Он рассказал о том, что только самые удачливые души могут получить даршан бакт преданных, совершать баджан Господу, проводить пуджи ему. Не для всех это доступно. Только по милости Рамы Господа это возможно. Благодаря благоволению Господа душа могут встретиться со святыми. Какая у нас санга игрослов такой и ранг цвет. Санга ранга игрослов. То есть мы перенимаем привычки тех, с кем общаемся. Если будем общаться с курильщиками, сами начнем курить. С мясоедами начнем есть мясо. С ворами начнем красть. Начнем общаться с преданными. Что произойдет? Что случится? Тоже начнем поклоняться Господу, совершать бхакты. То есть вообще качество святых перейдут к нам. Поэтому Господь говорит о матушка, общайся с преданными. Баджа. Баджа, в котором говорится, что благодаря садусанге мы становимся ачебанеги, то есть становимся хорошими, приобретаем благие качества. ласковь. Баджа, ачебанеги, как indent ласковь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На дискотеки ходят, поют, заливают в себя смертное и вот так вот веселятся. То есть совершают греховные поступки. Но Садха объясняет, что это все греховные, оскверняющие действия. Наша культура ведическая учит нам, ворот, повторять имя Господа. И благодаря этому сделать свою жизнь успешной, чтобы все неблагоприятное ушло из нашей жизни. И благословения Господа были с нами, чтобы мы могли обрести счастье и умиротворение. Поэтому события, памятные даты не нужно отмечать неправильно. Например, убивать животных. Ведь если мы отмечаем, к примеру, день рождения ребенка или годовщину свадьбы, неправильным образом грешим, пьем алкоголь, едим мясо, то что произойдет. Если, например, ребенку полагалось жить 60 лет, можно дойти до того, что он проживет 50. Почему? Потому что вы совершаете действия греховные. Пьете алкоголь, едете мясо ради ребенка. И эти грехи могут перекинуться на него. Поэтому не нужно грешить совершать неблагочестивые поступки. Совершайте киртан Господу, общайтесь с Садхой, повторяйте святые имена. И это позволит вам и вашим детям обрести благословение Господа.